Мы находимся на выставке «Спасители. Российские праведники народов мира», которая организована Российским еврейским конгрессом и проходит в пресс-центре Парада Победы. И эта выставка посвящена праведникам мира, это звание, которое давали и дают без сих пор людям, которые во время войны, во время Холокоста спасали евреев от смерти. И выставка у нас состоит из двух частей. Есть черный зал, в котором я сейчас нахожусь, он посвящен катастрофе, он посвящен Холокосту, он посвящен тем вопросам, которые мы всегда или довольно часто забываем. Сколько погибло? Или Холокоста? Кто может сказать? А вот мы на эти вопросы отвечаем. С одной стороны. С другой стороны, у нас здесь центральным элементом является такое большое видео, сделанное на основе работы современного художника Андрея Кузькина, видео называется «Молельщики», и на самом деле оно прямого отношения к Холокосту не имеет, это вообще просто работа о подиночестве личности перед лицом глобальной катастрофы. И это как центральный элемент, эмоциональный, параллельно с моими словами слышен в эфире звуковой ландшафт Холокоста, который написал для нас композитор из Новосибирска Евгений Гаврилов, наш приятель. И за экраном, в принципе, можно увидеть часть инсталляции Андрея Кузькина «Молельщики» уже в настоящем своем виде. Это человечки из хлеба, которых художник любил руками в течение трех лет, и их больше тысячи. У нас на выставке 88 персонажей. А как давно действует Ваша выставка? Как давно создана Ваша выставка? Выставка создана полтора года назад. Первая ее премьера состоялась в январе 2019 года в Музей Москвы. И, в общем, потом она была в этом январе, уже в феврале в Ельцин-Центре в Екатеринбурге, и сейчас вот в Мальмур. Может быть, она потом поедет дальше, но мы пока ждем. Был план на Санкт-Петербург, немножко нас бил. У вас здесь записаны истории, как мы поняли. А сколько удалось собрать истории? Вот есть какая-то цифра? Ну, смотрите, дело в том, что праведников мира, их довольно много в мире, да, их, ну, это звание, которое вручено, ну, десяткам тысяч человек. В России сейчас мы, ну, как бы собрали 252 имени и 252 человека, которые вот связаны с Россией. Не знаете, что они все русские, есть и поляки, и украинцы, и, ну, как, греки, вот, которые, немцы даже, есть, вот, которые, ну, как, связаны с Россией, да? Там, ну, жили после войны, или еще как-то, или, ну, подвиг свой они тоже совершили на территории России оккупированной, да, в 42-м году. Вот, ну, на самом деле, возможно, через некоторое время эта цифра увеличится довольно сильно, потому что сейчас последние исторические изыскания наших специалистов, Илья Альпмана, историк Холокостка, они, как бы, говорят о том, что, вот, дело в том, что Яд Вашем увековечивает имена праведников по национальному призму, да, то есть, не праведники народов мира, то есть, это, вот, праведники в русском народе, да, или в украинском народе, или в белорусском народе, или в польском народе, которые спасли евреи, да, и, как бы, это слова из Талмуда, о том, что человек, который спасает одну жизнь, он спасает еще бесчисленное количество жизни потомков этого человека, да, И, да, и поэтому, рядом с Яд Вашем, мы сажали дерево, посвященное праведнику, да, и вот это символ того, что оно, как ветви, да, как листья, как плоды растут, и, вот, рот продолжается, да, а не пресекается, и, значит, да, в общем, большая часть поляков, которые совершил свой подвиг, а там порядка 15-15 человек, они действовали на территории СССР, ну, то есть, это были польские территории до войны, да, но после 1939 года мы знаем, что они были присоединены к Западной Украине и Белоруссии, И поэтому, как бы, прайдеров много, и их надо исследовать, надо, как бы, собирать их истории, но это очень жалко, что поздно мы начали этим заниматься, но, с другой стороны, мне кажется, что никогда не поздно, да, вспомнить тех, кто сделал добрые дела, и, в общем, увековечить как-то их память вот в таком выставочном формате. А у вас, у выставки уже есть сайт, куда люди могут прийти, что-то узнать? Да, ну, там, я вам дам карточку, там есть виртуальная, это сайт. Ну, обратно, связь, я имею в виду, да. Люди, которые не могут попасть на мир, могут по ней походить, отчасти воспринять то, что мы делали, и видеоэкскурсию, довольно подробно, то, что мы записали. Будьте любезны, на камеру, назовите ключевые поисковые слова, по которым люди могут найти ваш сайт. Ну, а надо набрать по-английски exhibition-acity.com, и вот вы попадете на наш сайт. Ну, или можно найти ссылку на сайте река Российского Великого Конгресса, который, собственно, эту выставку инициировал. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, все поясняющие тексты на выставке на английском языке, означает ли это, что она поедет за границу, что она была представлена вообще-то в мире? Ну, почему? Ну, у нас есть тексты и на русском, и на английском, они дублированы, английский ведущий, потому что из-за параллели текста довольно сложно было, да, потому что очень много группов получается, да, и поэтому мы, как бы, русский вынесли в подстрочную. И поскольку пресс-центр международный, да, и ведущие языки два – русский и английский, мы решили сделать упор на английский, но, в принципе, вы правы абсолютно, что выставка готова к показу за рубежом, ну, и вот, сейчас мы ждем, когда закончится пандемия, и прорабатываем всякие маршруты от Израиля до Берлина, в общем, где можем ее показать. Мы находимся сейчас во втором зале выставки «Спасители» российского юридического конгресса, который посвящен спасению, и спасителям, и спасенным. У меня за спиной находится круглая вещь, которую мы называем мандалом, на самом деле это убежище, да, и это убежище в себе содержит интервью со спасенными евреями, которых у нас пять человек, мы их записали сюда, в Москве, и, в общем, это живые свидетели катастрофы, да, и эти люди уже пожилые сейчас, они были в основном с детьми в войне, и они, вот, на камеру вспоминают о том, как их спасли, да, Но самое интересное, что люди защищают таблички с именами праведников, да, на обороте которых имена спасенные, да, То есть вот такая пара черно-белые между дикотамином, добра и страстью. Кто спас и кого спасли, да? Да, кто спас и кого, фактор, и, вот, так сказать, ингредиент склада, вот, и, ну, вот, как бы, да, метафоры того, что имена, вот эти 252 человека, они встали стеной, как брели стену, составили собой, да, и защитили, так, Ну, ну, спасенных, это основная наша задумка, да, изначально, когда начиналась выставка, Российский весь конгресс к нам с архитектором Евгений Багидовым обратился, мы придумали, что у нас будет убежище, но сначала мы думали, что у нас внутри был спасенный, а снаружи был этот франец интервью со спасителем, но потом, как бы, оказалось, что спасителей осталось всего твое, это довольно мало, это, ну, как бы, француз, это франец, они все будут сборить, я же довольно, ну, как бы, не чистую идею, потом я понял, что здесь можно же сделать такие щиты, как же таблички, вот, и дальше мы эти таблички рисовали, то есть такой еж, его можно пересобирать, и можно с ними инкульптировать, на каком-то местном, изучать и так далее, вот, все, ну, на самом деле, у института Яд-Вашем есть база, где все, вот, собраны истории всех праведников российских, да, и специально. Так что, ну, в общем, это не такой следующий проект, да, который не только мемориальный, но, в общем, исторический, потому что мы, например, первый раз визуализировали географию спасения, да, то есть у нас есть карта, на которой можно наглядно понять, где находились, да, те места, где людей были специальными, там, сколько их... И, конечно, еще последний момент, это сами на другие все с позицией, там довольно пожилые уже люди, которые просто... Мне кажется, они проросятся. Ну, да за восемьдесят уже хорошо, на самом деле, да, то есть это люди, которые тоже были довольно юными, да, и вот люди, полугородник, например, рассказывает о том, что они были школьниками, да, и для них это было, ну, как игра, что они, да, вот спасти одноклассника, людей, с которыми ты в одном дворе играл, да, там, в тринадцатые... И это очень, конечно, трогает сердце и сшибает музыку, потому что, ну, речь о жизни и смерти, да... Спасибо.